МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости общественного телевидения Наукограда. Студент Антонина Лемкова. Евгений Андреев, здравствуйте. Вот о чём мы расскажем вам сегодня. Жизнь без наркотиков. Как живут студенты в загородном реабилитационном центре? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спустя четверть века встречи ветеранов Афганистана. Срезвычайное происшествие в Бийском районе. И об этом в начале выпуска. Три человека погибли при пожаре в селе Малойнисейском. Сообщение на пульт дежурного пожарной части поступило рано утром, в 5 часов 5 минут. Пожарные расчёты на место происшествия прибыли спустя 10 минут. Частный жилой дом в это время был полностью охвачен открытым пламенем. Во время ликвидации огня было обнаружено трое погибших. Среди них малолетний ребёнок. Все они отравились угарным газом. Предварительная версия возникновения пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В Новосибирском торговом центре поймали бийчанина с крупной партией наркотиков. У него в сумке нашли несколько десятков пакетиков с запрещенными веществами. Полицейские приехали в торговый центр по другому поводу. В одном из отделов нажали тревожную кнопку из-за мелкого хищения. А вот в это время сотруднику службы безопасности сообщили ещё об одном подозрительном человеке. Парень отказался раскрыть сумку и показать полицейским, что внутри. Как выяснилось позже, причины не расстёгивания молнии у него были. В сумке лежали несколько десятков упаковок с порошками и кристаллами, а также два сотовых телефона и пять сим-карт. Как показала экспертиза, содержимое упаковок – наркотические вещества трёх видов, имеющие синтетическое происхождение, общим весом около 700 граммов. Предположительно, парень должен был передать наркотики в торговом центре для дальнейшей продажи. Задержанным оказался бичанин. В отношении 20-летнего молодого человека уже возбудили уголовное дело. Скажи жизни «да». Под таким девизом живут студенты реабилитационного центра для наркозависимых в посёлке Речном Смоленского района. Они ведут подсобное хозяйство, обустраивают быт и таким образом возвращаются к нормальной жизни, в которой нет места наркотикам. Наш корреспондент Ирина Попова побывала в гостях у постояльцев. Мы у тебя блины пекли. Да, вообще такие баллены плачут. С первого взгляда трудно догадаться, что объединяет этих людей. Все они разного возраста, но уже успели многое повидать в своей жизни. Многолетние запои и бесконечные поиски наркотиков. Это Женя Богданова. Первый раз взяла в руки шприц в 16 лет, не без помощи друзей. Дали друзья попробовать. И всё. Начала колоться. Ребенок даже не останавливал, колоться. Сейчас всё по-другому. Начала смотреть на жизнь. Узнала о центре девушка от знакомых, когда поняла, что 8-летний приём наркотиков в любой момент может поставить точку в её жизни. Вместе со своей дочкой Женя здесь находится уже полгода. И всё это время места наркотикам нет. Этому центру реабилитации для наркозависимых в посёлке Речном 6 лет. Спонсоры купили полдома. Вот так он выглядел ещё несколько месяцев назад. Прошлой весной своими силами принялись приводить жильё в порядок. Всё своими силами. И за это время просто много ребят, чему научились здесь. То есть научились гипс крутить, научились сайдинг крутить, научились двери вставлять. То есть очень много мы чему научились. И сама цель это вот, ну, облагородить и реконстрировать наше помещение, оно очень сильно объединило ребят. За ремонтом следили выпускники центра, делились своим строительным опытом. Сегодня обустроенное помещение не узнать. Пол стелили мы здесь, помогали нолеум делать. Собирали потихоньку шкафы своими силами. Я научился здесь внутренним обделочным работам и внешним обделочным работам. Сейчас, когда я пройду реабилитацию, я уже буду знать, что я могу что-то делать. Потому что у меня открылся какой-то потенциал жизненный. Я могу идти в какую-то строительную фирму, работать уже там. Артёма 22. С 18 лет парень страдает алкоголизмом. Ещё несколько месяцев назад все его мысли сводились к тому, чтобы выпить. Сегодня о прошлой жизни молодой человек не хочет вспоминать. В центре есть и собственное подворье. Хозяева не без гордости проводят здесь экскурсии. За этой дверью с весьма необычной надписью живут поросята. Студенты сами их кормят и чистят загоны. А это ещё одна часть переусадебного хозяйства реабилитационного центра. Две козы чешской породы – Роза и Машка. Боятся камеры. Вот так за домашними хлопотами проходят дни длительной реабилитации. Сегодня постояльцы центра признаются, что теперь им не стыдно смотреть в глаза родным и близким. Заезжают, смотрят, все довольные, улыбаются, радуются. Вера какая-то появилась у нас всех. Ирина Попова, Сергей Доровских, новости ОТН. Краевое управление Росреестра сообщает, что с 1 февраля территориальные отделения ведомства будут оформлять документы права собственности на недвижимость в течение 10 дней вместо прежних 18. Однако пока в территориальных отделах Барнаула, Бийской и Рубцовского в ускоренные сроки можно оформить право собственности не по всем категориям имущества. Эта процедура доступна при регистрации собственности на недвижимость, которая приобретается в порядке наследования, на основании договора безвозмездной передачи жилого помещения. Также за 10 дней можно зарегистрировать право собственности на земельные участки, предоставленные из государственной или муниципальной собственности, а также на объект недвижимого имущества в упрощенном порядке. И уже с 1 апреля все отделы Краевого Росреестра будут осуществлять государственную регистрацию прав на собственность в течение 10 календарных дней по всем категориям дел без исключения. И к другим темам. 25 лет назад советские войска были выведены из Афганистана. С тех пор ежегодно, 15 февраля, россияне вспоминают тех, кто не вернулся, исполняя интернациональный долг. Торжественные мероприятия будут проходить в нашем городе в течение нескольких дней. Сегодня они начались. В музей воинов-интернационалистов пришли бичане, прошедшие Афганистан. Четверть века на разных уровнях идут дебаты о том, правильным ли было решение ввести советские войска в эту республику. Наверное, самое объективное мнение у тех, кто были непосредственными участниками войны. Сегодня ветераны Афганистана делились воспоминаниями с журналистами и по их просьбе дали свою оценку тем событиям. Выполнявшие одну задачу, сейчас они по-разному смотрят на события 25-летней давности. Перед самым выводом товарищ Горбачев объявил мораторий на введение огня. По телевизору демонстрировали зачехленные стволы пушек. А в это время нас практически сравнивали с землей реактивными снарядами. Поэтому в нарушение наши дежурные экипажи взлетали и расчищали все эти установки с самого утра. А тут пришел повар, который принес обед к нам. Я ему говорю, куда? Я обед принес. Я говорю, подожди, видишь, война идет. Смотрю, у него автомат на плече и прочее. Он, а что, как я поеду домой? Вы все воюете, а я что, одну кашу должен говорить? Вы понимаете, вот такое настроение было у людей. Имея за плечами военно-политическую академию, я могу сказать, что руководство иногда принимало неправильные решения. Особенно тогда, когда заставляли наших солдат воевать непосредственно. Хотя первоначально задача ставилась и нам, задача ставилась, как советникам, что мы должны учить их, показывать, рассказывать. И сегодня же в отделении вневедомственной охраны Бийска прошел урок мужества, посвященный Дню вывода советских войск из Афганистана. Пятиклассники кадетской школы встретились с участниками тех событий и познакомились с работой правоохранительных органов. Цель выездного урока – воспитание учащихся чувства патриотизма, а также гордость и заратный подвиг воинов-интернационалистов. Сегодня в Совете ветеранов Межмуниципального управления МВД России Бийская 709 человек. 15 из них – участники боевых действий в Афганистане. Как это было, в каких операциях участвовали, кадетам рассказал Чупин Владимир Александрович. За проявленное мужество он награжден Орденом Красной Звезды и другими правительственными наградами. Ветеран рассказал, как тяжело далась эта война. Кроме того, бийским кадетам рассказали о работе вне ведомственной охраны. Ребята смогли посмотреть и даже подержать оружие и примерить бронежилет. Мероприятие прошло, я считаю, очень хорошо сегодня. Ребятишки маленькие, может быть, по возрасту, они еще не знали, что такое афганистанская война, афганская. Она забывает, уже, может быть, не так часто про нее говорят. Но это хорошо, что мы затронули такую тему. Тем более, в этом году юбилей, 25 лет вывода советских войск из Афганистана. Мероприятие таких вот патриотической направленности проходит достаточно часто у нас. Официальная делегация Алтайского края на Олимпийских играх в Сочи будет состоять из двух человек. Ими станут вице-губернатор Данил Бессарабов, курирующий социальную сферу, и Татьяна Илюченко, заместитель председателя комитета АКЗС по социальной политике, победитель и призер паралимпийских игр. Кроме того, по линии Олимпийского комитета России в Сочи поедет начальник управления Алтайского края по физической культуре и спорту Владимир Альт. В Барнауле состоялось награждение лучших спортсменов Алтайского края по итогам 2013 года. Почти 60 человек боролись за победу в номинации лучшие спортсмены по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Но победа досталась всего троим, в число которых попал и судомоделист Избийска Валерий Шишкин. В числе лучших мастер спорта Советского Союза по судомодельному спорту, победитель Кубка и Чемпионата России, бронзовый призер Чемпионата мира из города Вийска Валерий Шишкин. Награду мастеру спорта СССР Валерию Шишкину вручил Александр Карлин. В свою очередь, бейчанин подарил губернатору фотомодели корабля. На Чемпионате мира в прошлом году именно этот снимок международный судья из Германии принял за фото настоящего судна. Почти двухметровая модель водоналивного транспортоснабжения «Тагил» создавалась Валерием Шишкиным на протяжении шести лет. С нуля, практически голыми руками, на столе собственной домашней мастерской. Глядя на внушительное количество медалей спортсмена, завоеванных более чем за 40 лет его спортивной карьеры, а также восхищаясь его идеальной чемпионской моделью, кажется, что Валерий Викторович добился всего. Но спортсмен утверждает, нет предела совершенству. В планах добавить около ста крохотных деталей и приступить к созданию модели «Тагила» в меньшем масштабе, чтобы иметь возможность выступать в другом классе и завоевывать для края еще больше наград. По итогам этого года, как в общем-то и прошлого года, но в прошлом году я не попал в номинацию, потому как, видимо, обо мне просто не знали в крае. Я вновь был чемпионом России, обладателем Кубка в России, в прошлом году еще обладателем Кубка Европы и в этом году призером чемпионата мира. А сейчас на очереди традиционный звонок из села. Сегодня мы разговариваем с Натальей Вьюченко из Буланихи. Наталья, здравствуйте! Здравствуйте! Что интересного происходит у вас в селе? В первую субботу февраля у нас прошел в средней школе традиционный вечер встречи с опытниками. Это когда из разных уголков нашей страны слетаются наши питомцы, которые закончили Буланихинскую среднюю школу. В библиотеке прошел цикл мероприятий, посвященный 70-летию снятию блокады Ленинграда. Это и час истории, и обсуждение блокадной книги Даниила Гранина. А также мы в этом году получили уникальную коллекцию уроков нравственности, которую нам подарила Меньшикова Наталья Александровна, заместитель по социальным вопросам главы Зонального района. И мы с молодежью проводим уроки нравственности с Альбертом Лихановым. Эти уроки нравственности, они дают хороший позитив на воспитание сегодняшней молодежи, где их окружает множество соблазнов, поэтому рычагами воспитания мы это делаем. У вас такая интересная, насыщенная жизнь? Да, интересная. Мы очень благодарны Наталье Александровне, которая привезла из Барнаула два этих комплекта. Один она подарила школам района, которые переходят из школы в школу, а другой подарила модельной библиотеке. Это уникальная коллекция. Что ж, спасибо вам за звонок и успехов в вашей работе. До свидания. А всем, кто хочет поделиться своими новостями со зрителями общественного телевидения «Наукоградов», напоминаем. Телефон редакции 3308-95. Звоните. Будем рады побеседовать с каждым. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Впереди по традиции погода от народа. А мы с вами прощаемся. Но не забывайте, ждем вас ежедневно в нашей студии. Смотрите нас также в интернете на канале YouTube. Всего вам доброго и до встречи завтра.